Жаркие онлайн баталии в компьютерном клубе могут длиться часами, поэтому защитные маски игроки снимают. По словам администратора клуба, посетители без средств защиты за стойкой оплаты не обслуживают. Однако проконтролировать ношение масок во время всего игрового процесса невозможно. Можно было бы рассаживать людей через одного, но в таком случае заведение потеряет в прибыли. Не соблюдены требования к наличию стационарного диспенсера с антисептиком. Это упущение стало камнем преткновения почти всех заведений. Поэтому пока что компьютеры в клубе защищены от вирусов лучше, чем его посетители. Администрация банкетного зала «Ариана», в котором не нашлось нарушений, не считает, что выполнение требований может вызвать какие-то трудности. Те, которые сейчас ограничения, в принципе, для нас, для банкетного зала, вообще все приемлемы. Я не думаю, что какие-то сложности возникают установить стационарный диспенсер и соблюдать какие-то требования. Такая же, видимо, позиция у магазина «Дикси» и у кафе «Яблочное». Там нарушений тоже не нашлось, поэтому проверяющие просто дали руководству несколько рекомендаций о том, как обезопасить своих гостей. Составлен правительством республики план проведения мониторинга объектов торговли, объектов, которые оказывают услуги. И согласно этому плану сегодня был организован рейд. С каждым новым рейдом заведений, которые не соблюдают ограничительные меры, становится все меньше. Чтобы закрепить результат, правительством Карелии будут и дальше организовываться мероприятия по мониторингу. Илья Лопухин, Владислав Петров, Максим Зверев, Служба новостей.